Продолжаем курс, который мы начали вчера. Отправил этот план, нужно больше соответствовать, потому что у нас получится. Вчера мы обсуждали первую часть, в которой был эффект беспорядка, в первую очередь эффект локализации. То, что у нас здесь забавно, я объяснил, что есть квалатовые эффекты, это слабая локализация, которую квалатные поправки в проводимости, и которые могут становиться сильными, что происходит в низкоразначенных системах. В принципе, всегда система достаточно большая, но в этом условии иногда и быть ненастяжимым. Например, система слишком чистая. Но, в принципе, в двумерных и однокальных системах это произойдет всегда, хотя мы будем обсуждать сегодня. Я уже вчера говорил, что бывают ситуации со спиноорбитальным взаимодействием, когда в двумерном системе бывают металлические состояния, даже в динамическом пределе. И сегодня еще больше об этом говорить. Еще интересная ситуация. А кроме того, система более высокой размерности в других мире происходит переход металл-изолятор, когда изменяется концентрация беспорядок. То есть грязная система является изолятором более чистой металл. Это вот то, что было вчера. И теория поля, которая это описывает, это называются сигма-моделями, которые есть эффективные теории поля, приценивающие эффекты локализации, позволяющие про них понять качественно и качественно. Хорошо, теперь мы, значит, двигаемся дальше. И вторая часть у нас будет связана с эффектами электронно-электронного взаимодействия. И это, наверное, в основном будет вот эта лекция. А третья часть будет называться, значит, симметрия и топология. И где, значит, будет рассказ. Селегриня, насиликация немножко, и про эффекты. Самое главное здесь будет протопологический эффект. Какой-то, может, прогулантный эффект. По-моему, это система с дираковскими фермионами. У нас есть дираковские фермионы. Это эффективный проект с дираковскими фермионов. Я объясню, как есть активная изучаемая система, такие системы, как грацина и логический далек. Хорошо, значит, теперь будет не покажено. Каким эффектом приводит, мы обсуждали вчера, система, забыв про взаимодействие. Хотя я упоминал, что взаимодействие важно, потому что оно приводит к этому времени дефейзинга, тауфий, который обрезает квантовые поправки. Но теперь мы об этом поговорим побольше. Значит, каким эффектом приводит электронно-электронное взаимодействие? Значит, в очень широком, в таком плане, можно разделить эффекты электронно-электронного взаимодействия на два класса. Это эффекты, которые можно... То есть эффекты перенормировки и эффекты, связанные с реальными процессами, и в данном случае они, как правило слово, дефейзинга, дефейзировка. Значит, отличие с принципиально, ну, на техническом уровне, наверное, физическом, состоит в том, что, если первый класс эффектов, они связаны с виртуальными процессами, мы знаем, что в планте механических это считаем, с виртуальными процессами, частица может пойти в какое-то промежуточное состояние, которое, в принципе, и недостижимо, например, и виртуальный процесс дает поправки. Вот такого рода виртуальные процессы могут переводиться к перенормировкам, а значит, здесь они виртуальные, потому что частиц нет электронной обнужной энергии, потому что в них в этих процессах перенос, и передача энергии большая, в самом деле, с температурой, а все частицы живут в полоске, электроны в полоске, шириной температуры, полуферменской энергии. Эти эффекты становятся сильнее, когда понижается температура, и оказывается, что они могут быть даже сигулярно в пределе маленьких температур, ровно так же, как то, что вчера происходило с эффектом локализации. Да, значит, классическими являются в этой области работы Шулера и Харонова, в этой области Харонова, кстати, вчера уже, был в контексте вот этих теорий экспериментов с цилиндром, это великий ученый классик, в этой области Ленинграда, в Израиле и Германии, но, к сожалению, умерли уже 55 лет, в 94-м году, но очень много сделали этой области, один из отцов основателей. в 14-м году мы сканем, и у нас только в 15-м, но в 15-м году мы вышли, и мы сканем в 18-м. Сьогодняя область, то есть теорий реки, Фермы жидкостных перенормировок, знаменитый эффект Кондо. Я немножко, наверное, если успею, скажу про вазежинскую жидкость и простепенные перенормировки. Так называемый эффект сингулярности на краю фермы, который важен в поглощении. В общем, есть много эффектов, которые близки под рук. Второй тип эффектов связан с реальными процессами, просто с процессами неукругого рассеяния. Один электрон налетает на другой, а не сталкиваются его с другими. Это означает, что электроны выходят из своего исходного состояния, уходят, и тем самым вот те эффекты интерференции, о которых я говорил до этого, были соответствия. И это дает вот это время Тауфи, Remedy Phasing, которое обрезает квадраты поправки. Да, могут, чтобы несколько ссылок, но и опять же с классическими работами. Большой ударом схмелительно. Да, хорошо, есть много диаграмм, которые, опять же, все можно расплассифицировать. Я не буду микроорганизоваться, но, конечно, есть систематика этих диаграмм. Но эти две обменные и фокусские диаграммы. Значит, то, что в них вот эти заштихованные части – это диффузоны. Вот здесь, надо представить, что вот здесь такая лестница нарисована, и вот здесь такая же лестница, и вот здесь лестница этих прямых линий. А все, что добавилось здесь, на самом деле, это… Еще есть один элемент – это линия взаимодействия. То есть это, в принципе, поправки первого порядка по взаимодействию, проводимости. Но при наличии разного можно нарисованных прямых линий, которые происходят от взаимодействия по беспорядку. И, опять же, диаграммы отопраны так, что они однопетлевые в смысле такой эффективной теории. Здесь можно даже увидеть, что это петлю, если чего-то, так сказать, на ней есть. То есть, да. Теперь я просто чуть-чуть покажу про вычисление, пример одной из таких диаграмм. Они скажут, к чему их приводят. Вот такая, как мы уже видели, аптеку. Вот это диаграмма для проводимости стандартного тока, для вершины ток-тока. Линейный отклик. Ток на приложенное электрическое поле. И то, что я здесь добавил, снова элемент – это вот эта волнистая линия, этот линия взаимодействия. Она будет здесь или может быть так нарисована. Изменяется в силу части. И дальше, как говорят, это все может быть одето примесными линиями. Примесные линии можно рисовать по-разному. Ну, как я уже вчера объяснял, что надо брать лестничные диаграммы, а не главные. Так же и здесь. Ну, это тоже, на самом деле, лестница. То есть, вот, линия по другому нарисованию, понятно, больше от этого лестница. Так, как было нарисовано в предыдущем разу. Дальше такого рода диаграммы вычислялись. Да, давайте я по физике скажу, что вообще происходит, что за физические процессы. Физические процессы, в общем, такого типа. Ну, вот, теперь нормировки. Что это означает? У вас есть какие-то примеси, да? У них свой случайный потенциал, на котором электрон рассеивается. Теперь, когда есть эти... Значит, примеси приводят к тому, что в пространстве происходит некоторое перераспределение электронной области. Ну, естественно. А, может, дороже, что это зависит. Примеси как-то ям, а вот больше, потому... Ну, это более сложно, потому что этих примесей много. Это какая-то проблема. Теперь электроны. Если есть взаимодействие, то электроны рассеиваются не в оконцах и примесях, но и на других электронах, которые перераспределили за счет примесей. Ну, вот, поэтому надо учесть совместные эффекты растения на примесях и учить эффекты растения вот на этих электронах. Говоря, что примеси одеваются. И вот такого типа эффекта и... Это приводит, разумеется, к изменению рассеяния на тихо, в случайном потенциале и к изменению проводимости. Такого типа эффекта, то вы учите. Теперь, технически такая диаграмма вычисляется примерно так же, как то, что мы вычисляли вчера. Тут опять же есть элементы, которые диффузов, которые имеют такие медленные модули, которые имеют маленькие импульсы, маленькие частоты и быстрые элементы эти вот эти электронные линии, которые сопрессуют фермерским импульсом. Поэтому происходит точно такое же разделение масштаба и вегетирование. И результат оказывается, я выключу это впечатление, покажу просто ответ, поправку проводимости на какой-то частоте. Посмотрите, что это выглядит практически так же, как результат, который мы вчера получали для поправки в rhode, и неznаляется в décорах где здесь, они И вот этотEveryone здесь, в детстве, это тоже интеграмма dq, да дq в скобочках, это имеет всеверное что, это в детстве, что это д, д в детстве, в детстве, это элемент интегрирования по метлурсам в дмерном пространстве, делить на dq в квадрате. И опять же, мы видим то же самое в двумерии, мы получаем многоеритмическое поведение, но в других размерах степенное, и если размер ниже двойки, ну, приемная часть ниже двойки, бывает единица, абсолютно поведомные должны быть. Ну ничего. Мы имеем расходимость на маленький куин, инфракрасный, но которая обрезается вот этой самой иномикой, которая связана с частотой. Таким образом, мы опять имеем поправку, которая свогорифмическая в 2-мире и сингулярная, скажем бы, на мере. То есть будет единица на коренью зону в пределе омега к нулю, если вы умеете проводиться на 0-й частоте, то поправка и это растет. Ровно так же, как она расходилась с лабораторией, и это очень похожий результат, хотя физика другая совершенно. Физика разная, ответы похожи. Но они совершенно не идентичны, например, они совершенно по-разному чувствуют. Моглик на корне, поговорим. Да, это была функция частоты, но на самом деле то же самое получится, если поправка проводимости изучать как функцию температуры, как функция температуры. Технически это означает, что можно использовать техникум субаро диаграммы, но ответ будет тот же самый, а именно так же точно идет себе вопрос. А скажите, в предыдущей базаре вы можете показать еще почему? А скажите, это вот точный результат, выучили взаимодействие, но оно привело к тому, что эта локализация осталась. Насколько точно вы его учили, а что вы не учили? Я, во-первых, не сказал, осталась локализация или нет. Я сказал, что есть такая же поправка. Но я, опять, не сказал, какой знак этой поправки. Я сейчас скажу, да? Понятно, что очень важно, какой у нее знак. Если я оказался, что у нее знак другой, и она... Забивай его, возможно, да? Такое бывает, я, практически, не могу. Вот. А кроме того, разумеется, то, что вот сейчас здесь сосчитано, это только однопетлевая поправка. Да? Во-первых, это однопетлевая, потому что это претрубативная поправка. Значит, если ситуация, окажется, такая же поправка маленькая, но в той области, где она малая. Ну, малая, значит, наверное, все правильно. Она может быть сочетать с цветовой петлей, она будет еще меньше. Это будет лидирующая поправка, да? Ну, вместе с той, вот, со слабодопрессионной. И так, в большом количестве хороших, достаточно чистых системах, так оно и есть. Теперь, если же у системы окажется такая, что у нее затравочная проводимость не очень высокая, так что эта поправка будет с ней сравниться, то это означает, что что-то может произойти, и мы, в частности, одной этой... Ну, например, для начала нужно хотя бы сделать едином группу, о чем мы говорим, и... Да, конечно. Хорошо, да, значит, вот эта поправка. Теперь, вот то, что я говорил про знак. На самом деле, есть два вклада. Я думаю, было две прозрачки с диаграммами, они были обменные, другие характеристики. Ну, и, как обычно бывает, вклады они в противоположные. Значит, отказывается, что, значит, есть коэффициент вот перед... Да, есть вот эта поправка, которая... Перед собой имеет некоторый коэффициент, и этот, скажем, у него есть два вклада. Один идет от обменных диаграмм, а другой от харкельских. И этот от обменных, вам так оказывается, что он вообще ни от чего не зависит. А вот этот харкельский зависит от этой константы, которая есть первая константа, которая характеризует силу взаимодействия. Да, это написано для... Потому что он ни от чего не зависит, это потому что это написано для полуонского взаимодействия, когда, оказывается, что обменный член не знает, вылетает за этот электрон, от силы взаимодействия как бы вылетает из-за того, что оно имеет большой одиннаж с спиной. А здесь стоит константа, которая знает на силу полуонского взаимодействия, и эта константа может быть разной. Ее можно менять, ну, если менять, например, концентрацию, это самый простой способ. И оказывается, что если эта константа достаточно большая, по-моему, она нормально отрицательная, то вот этот член может... А, ну да, тут так написано, что вот это все вместе отрицательное. Что это все вместе при понижении температуры. Да, написано так, что при понижении температуры многолетним T становится отрицательным. Значит, вот это дает отрицательный вклад, короче. Обмен на это отрицательный вклад, а это дает положительный вклад, как проводилось. Если эта константа достаточно большая, то этот положительный вклад может быть отрицательным, и тогда поправка взаимодействия будет как-то анти-лопализующей. Кое-то уже было. И мы увидим, что она может даже преодолеть слабую лопализацию. Хорошо. Теперь, да, эти поправки взаимодействия замечательно тоже наблюдаются в эксперименте. И я сейчас покажу одну картинку, на которой видно и слабую лопализацию, и поправку взаимодействия. А именно картинку я уже показывал. Это, кстати, картинка из экспериментов Савченко, который замечательный ученый, бывший москвич, он уже много лет работал в Англии без отеля, и совершенно неожиданно умер в прошлом году. И счастье, в расцвете силой активности. «Асболизация». В начале он уже говорит, что остается от МК, и Савченко, и Савченко. да. Вот. Так, и выше при понижении температуры. Чем выше, тем более низкая температура. При понижении температуры он увеличивается, и это потому, что время дефейсинга становится все длиннее и длиннее, и эта слабая оппозиционная поправка может все больше и больше развиться. Вот эта амплитуда, вот эта слабая оппозиционная поправка. Теперь вот эта часть здесь, она тоже, как вы видите, зависит от температуры, сильно при низкой температуре. И это как раз поправка за счет взаимодействия. Эта взаимодействующая поправка, она вот так видна, можно сосчитать, какая она будет в магнитном поле, и окажется, что она должна в магнитном поле вести себя как b в квадрате, что здесь и происходит, а коэффициент перед ней будет как раз вот тот самый модернизм, который был там посчитан, но и можно проверить, что коэффициент перед ней. Действительно, да, вот здесь я, собственно, и сделаю нужным образом себя. И вот это, например, можно разделять, например, по совершенно разному поведению в магнитном поле. Это слабая оппозиционная просто убивается в магнитном поле, а это наоборот, в синусе, множество. То есть, в той ситуации, когда эти поправки являются сильно поправками, с ними все понятно. Они хорошо контролируют, хорошо изменяют их переменцы. и дают понимание, что, в принципе, происходит в этой системе. Да, такого же типа эффекта есть не только в проводимости, но и в некоторых других наблюдаемых, например, так называемых туннельной плотности состояний. Туннельная плотность состояний – это означает, что вы меряете туннельный ток к электроду подносим, к системе компрессу подносится электродом типа такой иголочки, через которую можно туннелировать, прикладываясь напряжение по отношению к компрессу вы и смотрите, какой будет ток, но в ситуации, когда ток маленький, когда там сопротивление большое. Туннельный ток будет пропорционально приложено напряжение, что означает, что это дифференциальное сопротивление будет просто константным. На самом деле, то, что вы видите в таких системах, это, что оно не констант, а вблизи маленького напряжения оно имеется уже такого же типа, как на предыдущей картинке. сочетание к константам становится меньше, да. DI-dV – это дифференциальный контактант, на самом деле. И он становится меньше из-за такого же типа эффектов, при этом является словом 0-bis. Ну, если я дойду до латишем слиженности в конце года, Там в одномере эффект очень сильно выражен даже и в отсутствии примесей за счет взаимодействия. Здесь это комбинированный эффект взаимодействия и беспорядок, как видно из диаграммы. Это было пока про небольшие, так сказать, поправки взаимодействия, но теперь что произойдет в ситуации, когда мы находимся вблизи амбросовского перехода? Как это изучается? Изучается это с помощью реногруппы. Реногруппы была развита для задающейся взаимодействия Финкельштейна. Восемь-весем году, вчера, напоминал Тиконин вечером. Массажер Magnus, наиболее «Отмоционал» и «Отмоционал» и «Отмоционал» возникает фактически «Отмоционал». Значит, эти поправки были поправками по, так называемым, параметрам, называемым 1 на G. G — это вот этот безразмерный пункт адаптации. Если это двумение, например, то кондактация — то же самое, что просто проводимость. То есть эта проводимость безразмерная, значит, ее надо сравнивать с E квадрат H — 25 кВт. То есть, если сопротивление системы на квадрат немного меньше, чем 25 кВт, значит, что это хорошая металлическая система, и к ней все эти эффекты будут сравнительно маленькими поправками. И это то, что было на картинке. Если же вы создаете систему, в которой сопротивление приближается кондакт-транс — в общем случае, в другую раздается — приближается к квадратному значению к квадрату — все эти эффекты становятся очень сильными, в частности, вы можете наблюдать с переходами какого-то ряда. — Да, значит, вот завтра будут лекции Финкельштейна про переход сверхпроводника изолятора, и это… там ему это тоже относится, там тоже переход происходит тогда, когда сопротивление срыв. — Хорошо, значит, вот я сказал, что из Финкельштейна были развиты эти самые технологии сигнал-модели с взаимодействием. Каков эффект взаимодействия? Бывает по-разному, насколько он важен. Это зависит от класса симметрии системы, я уже говорил, что может быть нарушена или не нарушена симметрия относительно обращения времени, есть спиноорбита, нет спиноорбиты, а также характер взаимодействия, а именно краткодействие или Кулоновская взаимодействие. Ну, в жизни, конечно, взаимодействие обычно Кулоновская, но, например, если у вас есть умеренная система, есть какой-то экранирующий электрод, то оно может стать фиктивным и краткодействующим. Значит, бывают простейшие ситуации. Кулоновская взаимодействие может оказаться, что взаимодействие в существовании Кулонов просто инрелевантно, так как, например, нарушен спин и краткодействующие, и это означает, что и критическая точка, и критический индекс просто не изменяются взаимодействием. Может оказаться релевантным, есть ситуации, когда он оказывается релевантным фазовый индекс, и меняет критический индекс, но не меняет фазовую диаграмму, но вот так, например, происходит с Кулоновым эффектом Кулоновской взаимодействием. Да, если краткодействующие взаимодействие по Кулону такого типа, но если Кулон, то там уже критический индекс тоже не изменится, но фазовая диаграмма не меняется. И, наконец, может быть, ситуация, когда она не просто релевантна, но даже приходит в новую фазу, например, делает изолятор метод. И такой пример тоже, это был самый интересный пример, когда я был Зинтельштейн еще тогда, почти 30 лет назад, а именно, когда не нарушен спин, и тогда это не важно, какое взаимодействие. Значит, теперь как выглядит соответствующее, я не буду писать даже самого действия сигмала, Сигма-модели вообще, наверное, случится взаимодействие. Значит, что получается из диаграммного анализа? Получается уравнение, сцепленное уравнение. Для того, как текут беспорядок и сила взаимодействия. Раньше у нас перенормировалось только сила беспорядка, контактант. А теперь перенормировалось еще и сила взаимодействия. Вот это t, это 1 на g, это обратный контактант. То есть это безразмерное сопротивление. А вот это гамма-2, это некая мера взаимодействия. Ну, собственно, она вот так вот связана с силой взаимодействия, тем самым она бывает, принимает значение от 0 ляда единиц. То есть 0, если взаимодействия нет, и 1, если оно бесконечно сильное. Получается звание этих сцепленных уравнений. Да, n там, то есть нужно было. Это написано в пределе большого числа долин. В Кремле долина 2, ну и, по-видимому, это к нему уже достаточно хорошо относится. Это обобщение анализа долины было сделано. И плюс там еще, это 1-петлевые, на самом деле, уравнения. Да, минусы сцепленные. Т и гамма-2 перенормируются. Значит, вот этот член единичка, этот беспорядок перенормируется сам через себя. Это то, что было вчера, это было слабо в организации. Вот эти два члена, этот и вот этот, уже происходит переномировка беспорядка через взаимодействие. Благодаря взаимодействию. Это вот то, что мы обсуждали сегодня. Вот эти Альшиллер-Аронов, но уже перепрокрученные через веноморку. Ну и, наконец, есть еще один член, полученный Финкельштейном. Это член, связанный с перенормировкой взаимодействия, благодаря беспорядку. И если... Да, теперь это все. Исходно было сделано, как я говорил вам, более поздно, но приобрело более поздние времена, снова значительно больше интерес, больше интерес, существенно больше интерес, чем тогда, потому что появились эксперименты, которые показывали, что в мерном системе таки происходит, что-то похожее на переговоры. И это вот исходный эксперимент, это эксперимент от Кравченко-Кедалова. И у них и с тех пор получили много экспериментов, но вот примерно... Это, по-моему, с самого первого, но я не понял, примерно так, что имеется набор кремных, которые для разных концентраций. А вот более этот �어�ели, что мы видим, здесь разные концентрации. И это сопротивление, как функция температуры. Вот видите, в этом понижении тревога, что происходит. Сопротивление, как функция температуры, да, но есть очень ветер, до вверх, но в фундalen системы идет сильней ее наверх, экспоненциальной. А это то, что выглядит, как бы нормальная система, это двумерная система. При понижении температуры мы взяли грязную систему. Сначала была опросоруженно слабая, а потом плохая, пошла heavily особенности, Изолятор. Вот так идет себя нормальный изолятор. При понижении температуры высокотевление становится все больше и больше. Оно экспоненциально растет. Оно не становится, конечно, со всеми бесконечностями, потому что здесь происходит как называемая прыжковая агроматика за счет взаимодействия. Электроны локализовались, посидели где-то. Есть фаноны вокруг, фаноны помогают. А по сути это то же самое. Но смотрите, что происходит здесь. Все наоборот. При понижении температуры идет вниз. Сопротивление как будто бы система хочет быть металлом. Конечно, это нельзя довести до гуляя температурно, но до низших температур, которые мы приземлили, она ведет себя так, как будто она хочет быть металлом. То есть такое ощущение, что при изменении концентрации происходит переход металлозалятка. Ну и было много копьев сломано за последнее время по этому поводу. Но что это такое? Но, по-видимому, это действительно проявление вот этого самого перехода металлозалятка за счет взаимодействия. И это вот уже более новое проявление впечатления. К розам. Там, засчитали дополнительно вторую петлю. Там ноты долин. И нарисовали вот именно круговой поток. По осям это сопротивляется, а это взаимодействия. И тут толку. Очень видно, что все течет либо сюда, либо сюда, в зависимости от того, где вы начнете. Если вы начнете в этой области, вы течете вот в этой точке, вот здесь и все. Вот эта точка – это изолятор, это видно, что это бесконечное Т. Очень большое сопротивление нулевое взаимодействие, а это наоборот. Нулевое сопротивление. Да, я не ходил, послушал, в чем разница между верхней и нижней кривой на реймовой сутке? Нет, она ведет себя как изолятор, она ведет себя как проводник. В зависимости от того, что… А, что меняется? Концентрация. Да, меняются некие параметры. Можно было бы… Теоретически, конечно, можно было бы менять концентрацию примеси, но экспериментатор не может просто менять. Экспериментатор меняет просто концентрацию электронов в образце. То есть, здесь гейтинг, в котором можно заменить, в котором можно менять концентрацию электронов. В котором меняется концентрацию электронов, то эффективно меняется сопротивление. То есть, просто надо сравнивать концентрацию электронов с концентрацией примеси. В примеси, я так не пойму, меняется. Видно, что вот здесь при высоких температурах, вы просто меняете то стартуальное сопротивление, которое у вас есть на высоких температурах. И в зависимости от него, вы течете сюда или сюда. А вот еще эта точка, типа критической точки какой-то получилась у вас? Вот как бы может эта фазовая диаграмма разветвляться, либо сюда свалиться, либо сюда? Ну, это как бы нормально для... Так обычно и происходит фазовый переход. Да, у вас есть... Это у вас есть... Вот это критическая точка. Такая фиксированная точка, которая интересует переход. То есть это фиксированная точка, из него вы куда-нибудь еще сюда. Дальше вот это вот критическая поверхность, с которой вы стекаете в эту фиксированную точку. Ну а если вы с учитель стороны от этой критической поверхности, то вы утекаете или сюда или сюда. Да, у вас, кто-то, 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 кто-то. А, вот, ну вот, значит, старт это... Да, значит, давняя наука сейчас снова. Популярная, я там, кто-то там всякие разные степени дальнейшего развития. То есть активно пробивает исследование. Развиваться экспериментально и теоретически. Да. Если есть еще какие-то вопросы, то спрашивайте. Я уже говорил, что, значит, эффекты взаимодействия бывают, кроме того, что это эффекты, которые вот здесь предучтены, это эффекты вот этих перенормировок, которые, а, за счет виртуальных процессов, я говорю, фактически перенормируют потенциал, есть и другой класс эффектов взаимодействия, которые есть эффекты неупругие и приводят к дефазировке. Значит, в принципе, то есть это просто означает, что электрон, как частица, есть конечное время жизни. В том смысле, конечно, электрон только в кваде частицы, есть конечное время жизни. А что означает, что электрон в своем частичном состоянии какое-то время живет, потом происходит какой-то процесс, он уходит в другую ситуацию. Теперь, как найти вот этот элемент распад, так сказать, да, электрон? Вот, еще раз, надо понимать, что электроны, разумеется, остаются электронами, но, раз с точки зрения, вот, клади частицы, там, все это окажет, то есть, у меня есть конечное время жизни. Ну, значит, первая хранит просто считать диаграмму, и, как мы обычно знаем, как это делается. Ну, вот, надо считать первую диаграмму для этого процесса. Оказывается, что такая диаграмма разойдется, и поэтому, когда слово «время жизни», оно вообще не очень хорошо определено. А нужно вычислять аккуратнее, не просто диаграмма, и правильный способ вычислять, например, буквально классический, когда связывается с гидравым путем, и, вот, правильно определенное такое время жизни, его принято называть, вот, как «время диффузировки», и обозначается «тауфи», и оно, значит, всегда так быстро будет вести себя температурой, точнее, обратное время, то есть, на время, скорость распада, то есть, температура в какой-то степени, означает, что при нулевой температуре идет в ноль, да? При нулевой температуре все-таки гелью, ничего. Но при конечных температурах есть вот эти многие процессы, которые делают время жизни. Конечно, да? Теперь способ вычисления. Была такая совершенно очень знаменитая работа, которая, по-моему, у них ситуация больше там использована, еще и Рома Хмельницкий, которые сказали, на самом деле, очень простую, совершенно замечательную вещь, и более-менее они сказали, что как узнать эффект у них электронов на электрон? Знаете, заменим все остальные электроны? Просто шум, да? Представим, что электрон двигается в таком-то шумовом поле. Теперь это просто натиславский шум. Простые другие и все остальные электроны. И сочетать его можно по структуационной дистанционной теории. Мы понимаем за сильный смысл, а не пропаганды. Взаимодействие FDD. Но, разумеется, такой формулой можно будет пользоваться не всегда, потому что это такое классиво, заменяемое настоящий квантоэффект, просто по классическому шуму, и поэтому ей можно будет пользоваться только на частотах меньших температур, для соответствующих числозаполнения, соответствующих бозонных модулей. Потому что мы большие, и поэтому будет такая классическая. Встает время от времени, вне как люди, которые пытаются использоваться, там здесь пользоваться нельзя, получается всякий абсурд. Обсуждается не сразу, к сожалению, но этим заниматься не будем. А, значит, если сделать правильно, и, значит, нужно, ну, как и нужно, значит, нужно сочетать сначала вот эту поднимую часть этого пропагатора, которая определяется, для этого можно взять взаимодействие и учесть, что она экранироваться. Электронами, ну, как и обычно, экранировка. Я уже тоже здесь в каких-то ситуациях говорила. И в результате окажется, что интеграл для существования Талфи дается, значит, вот таким интегралом, где это, омега, это просто интеграл по тем шумящим частотам. То есть, если он летел про круглый шум на разных частотах, они все его дефазируют, нужно по ним по тем, кто интегрировался. Значит, максимальная частота температуры, как я уже сказал. Но этот интеграл, оказывается, что он просто расходится. Ну, если размерность небольшая, то он расходится инфракрасно. И это, я знаю, что именно поэтому протрубативные вычисления оказываются просто недостаточно. А аккуратное вычисление просто приводит к тому, что нужно самосогласовывать этот интеграл и вредь. Ну, это можно показать аккуратно, но, если этого не буду делать, то есть, если у вас есть какое-то время в жизни, то частоты меньше, чем обратное время в жизни, они такие маленькие, что за это время ничего не хватает к играть и не надо вообще. То есть, у вас будет аналогичный фонус? Да. Да, да, да. Сейчас. Я думаю, что как раз сейчас будет. Хорошо? Вот. И получаются вот эти ответы, которые для этого времени и жизни, которые, для антифейсинга, которые там в двумерии ведет себя как температура в степени 2,3, в одномерии, в одномерии, в квазидномерии в степени 2,3, в двумерии как температуру. И это, опять же, экспериментально все проверялось, а в это время извлекается из слабого реализационной поправки. Помните, я вам показывал такой печок на маленьких магнитных полях, в момент сопротивления, и говорил, что печок, он тем выше, чем длиннее время Талфи. То есть, можно развить хорошую теорию и отфитировать этот самый печок в соответствующей функции, где Талфи будет входить как параметр, и дальше сделать это при разных температурах. И вот в разных металлах, в круглых руках, в размерностях, это извлекалость, то есть это одномерие, в квазидномерии, это двумерия, это разные части. И тут есть и теоретические кривые, и теоретические линии, точнее, блок масштаб, как я все это понимаю, и экспериментальные в том, что они очень разумно, по крайней мере, уважаются. То есть, это, опять же, означает, что мы хорошо понимаем, что происходит в этих системах, и вот с таким неукруненным процессом, которые проводят диффузировку. Да, диффузировка, конечно, влияет не только на процессы, а процессы типа слабой дублизации, момент сопротивления, но также на другие квантовые трофилиляционные эффекты, типа трофилиляции в колечке, эффекта ровного бома. Оказывается, что здесь несколько другое время диффейтингом себя по-другому идет, чем в проволоке. Вот именно за счет того, что по-другому, вот это самосогласованное инфракрасное обрезание здесь по-другому устроено, оно здесь не самосогласованное. Но это, опять же, все время мы делали, экспериментально провели. Экспериментаторы тоже все сходятся. Да, и это вот последнее, что я скажу. Мы сделаем перерыв, вот эту половину. Вот эти эффекты диффузировки тоже важны и в окрестностях переходов. Пока я сейчас опять говорю про как бы маленькие поправки, слабая дублизация, как они обрезаются диффузировкой. Эти эффекты важны и в переходе. Что они делают в переходе? Они его размывают. Переход, например, металлоизолятор, который я провалил. Это лантовый классный переход. То есть переход, который строго-нули, является переходом только при нулевой температуре. Вы меняете такую-то концентрацию, у вас до некоторой концентрации есть изолятор, значит, проводимость точка не ноль. Начинается эта концентрация у вас до того, проводимость не ноль. То есть точка концентрации примесей или концентрации электронного дерева. При конечной температуре такого, разумеется, не будет, потому что точка ноллянета. Тем самым переход будет выше. Чем меньше температура, тем более он будет резким. В принципе, он будет разным. Вот это размытие перехода определяется эффектом, который родственный этому самому дефейзингу, но теперь уже точке квантовых фазового перехода. И это вписывается в общую теорию этих квантовых фазовых переходов. Называется, красивыми словами, динамический скелинг. И из общей теории понятно, что такое время и ширина этого перехода он скелировался с температурой с какой-то степенью. В соответствующей степени называются динамическими эффектами. Но, опять же, это активно исследуется в переходах металлоизоляторов, которые наблюдаются, изучаются в некоторых системах, и в переходах в квантовом эффекте Холлвард, которые я скажу в следующей степени. В которой не совсем есть переход металлоизоляторов, но просто. А сейчас... И вы, 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 вы... Спасибо. 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 Куда? Ну, и поеду. В субботу, после этого. Вечера? После, после мероприятия. Вечера. Спасибо. 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 про отдельный угол с капотномерия, я не хочу, я не спринял много прозрачных навыков, я расскажу это немножко, а потом мы уже перейдем к части, которая про симметрию и топологию, и это будет немножко такое вступление в сторону, об общего курсом я вам принял, полезно сказать, поскольку это тоже такие очень активные, изучаемые системы, я немножко, чуть-чуть про них скажу. Значит, я все время говорю, что когда у меня было одномерие, что это, я имею в виду, квази одномерия, на самом деле, это такие толстые проволоки, в которых много фаналов, но сейчас я просто хочу влечься и сказать, почему я, что особенного происходит в этом настоящем одномерии, и почему это вообще интересно. Значит, может показать, что у нас есть совсем, значит, такая одномерная ситуация, что в ней необычно. Значит, ну, во-первых, я уже говорил, что длина локализации, потому что, как вы видите, у вас совсем есть одномерная ситуация, если у вас есть беспорядок, то длина локализации, по сути, будет равна длине свободного пробега. То есть это означает, что, если вы возьмете такую, то есть не упадет, что одномерную проволоку при низкой температуре, чтобы в ней вообще не было диффузионного режима, то есть электронное двигатель мистически, потом вылетать на примесь и его реализовывать. В отличие от толстых проволоков, это сначала диффузия, а потом это реализация. необычным в одномерии является и в отношении взаимодействия, теперь забыли, в принципе, поляшки, но в ключе взаимодействия, потому что там образуется такое сильнокормируемое состояние, которое называется «владящая жизнь». «владящая жизнь». И это такой классический пример, чтобы не церковь и коснулся, которая описывается не в стандартное описание, не в церковь и ферменных возбуждений, а в терминах в базу. А на языке ферменных жидкостей это означает, что известный ферменный жидкостной вычет, Z, вычет в полюс какой-то частицы, скачок на ферменных жидкостей распределения электронных по инфрусам обращается в дом, но из этой точки зрения, и в терминах жидкостей по мне, в какой-то частиц. Это на языке измеряемых причин это проявляется в том, что вот эта туннельная плотность состояния, про которую я говорил, туннельное плотное состояние, по сути, туннельное, пропорциональным ей будет просто туннельный кондоктанс, когда вот система фумулируется, имеет вот такой очень сильный, в самом деле, это 0-8-номали, про который я говорил, я говорил, что в туннельном системе здесь будет такая небольшая, ну, печок направленный вниз, а в лазеринской жидкости он просто идет степенным образом, он очень сильно идет степенным образом при нулевой температуре, в конечных температуре здесь зарежется, чем выше степен, тем больше зарежется. Идет вновь с некоторой степенью, и эта степень неуниверсальная, она зависит от силы взаимодействия, эффективных параллельных задач. Вот эти неуниверсальные степенные законы, скажем, в туннельных областях состояния и в других связанных с ними характеристиках являются очень характерными для этой самой такой одномерной взаимодействующей системы, называется Владимирский. Ну вот я покажу парочку картинок, просто чтобы вы видели, что это не только слова, измеряемые вещи, мы изображаем, здесь уже примеры того, где, собственно, можно ее наблюдать, ожидать, да? Это одномерные проволоки, которые получены на основе двумерного электронного газа, я покажу даже эксперимент. И вот что здесь появится, действительно имеется тумулирование, вот буквально вот то, что я показывал в предыдущей картинке, т.е. имеется тумулирование в эту проволочку, и вот этот туннельный контактанс, показан как функция напряжения, и видно, что вот это самое зеробайсономное действительно образуется, но если взять это значение и отложить его функцию температуры, то, вот, ну, на самом деле, это очень маленькая степень, поэтому, реально, это почти вот прекрасная степень маленькая, то есть, вот, степенная закон, это почти то же самое, что с глифмической поправкой, на самом деле, и здесь степень маленькая, потому что эффективное взаимодействие оказалось достаточно слабо. Ну, а тут есть кроссовер, есть разные степень, но там есть разные решения, в зависимости от того, как это аннулируется эффективно, в середину или в край этой системы, получается, что у меня концентратура не проходит, но это сейчас не очень важно. Вот другая картинка показывает, что эти эффекты могут быть значительно сильнее, и эта система одномерная, в которой система взаимодействия намного сильнее, это углеродные нанотрубки. А углеродные нанотрублюклонское взаимодействие 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 и то, что тут показано, правда, немножко другая причина, но сейчас объясню, это кондактантс, как-то странно, это должно быть кондактантс в единицах в квадратах, при понижении температуры, начиная с почти комнатной температуры, и кончая 1,1, это не 13, 1,1,3,1. Ну и видно, что кондакт сильно падает, он тут некоторое количество раз. А, ну вот, собственно, здесь примерно то же самое, кондакт. Если кондакт плохо падает, это вот именно что-то ведет, ну, можно себе представить, что это констепенное поведение, но действительно можно отфиксировать степень, то есть он понижается. Да, то, что совсем маленьким происходит, когда он стал совсем маленьким, для человека, что он сломал. ты благословился, ты благословился, что нужно было делать это. Эта примесь будет очень сильно перенормироваться. Я вам говорил про эти эффекты Альшуэра-Аронова, перенормировки более высокой размерности в диффузионной системе. В латифинской жидкости есть родственным эффектом, но при этом очень сильным. Если вы просто посадите одну примесь, то при понижении температуры она будет эффективно становиться все сильнее и сильнее. И происходит то же самое, что мы говорим, примесь одевается в электронной плотности, которую она создает. Намеряется всем понятно, потому что она одевается в большинстве фермерости констилляции. И возникает такой комбинированный рассеиватель, и на нем рассеиваются электроны, не на исходной примеси, а на этой примеси вместе с теми электронами, которые вокруг нее образовались. И в результате вот таким, так резко понижается кондактант, то есть эта примесь увеличивает, становится все сильнее и сильнее. Ну и, как говорится, одна примесь латифинской жидкости в предельной любой температуре разрезает проволоку. То есть реально происходит, что у нас есть проволок, у нас есть примесь, даже сладенькая. Но при высокой температуре она будет приводить к немножко просеиванию. Чуть-чуть, в основном все будет проходить. При понижении температуры она будет становиться сильнее и сильнее. То есть предельная нулевая температура, в принципе, она будет станет бесконечно сильнее. Отношающее, что она будет эффективно после перережив проволоку упала. Такая специфика примеси в одномерную систему. А можно вопрос? Откуда же примеси, какая она создается? Обещается туда же, чем внутрь, а в расстоянии надо рассказать? Примеси, которые возникают там, как и есть, от них скорее пытаются избавиться чем-то. Примеси возникают там, как и есть, от них скорее пытаются избавиться чем-то. Я имею в виду, какого характера они типа эдопировки не замещают? Это обычно никто точно не знает, какие они примеси. Это могут быть какого-то типа структурные дефекты. Это связано с технологией, как эти кубки делали, но экспериментаторы, наоборот, до всех сил стараются сделать кубки максимально чистыми, на кубки максимально чистыми, чтобы они проводили баллистически на максимальное расстояние. Расстояние 0, но больше, чем несколько, вот самые чистые, то, что они сейчас делают, у них для нас свободного пробега, ну, несколько микрон. Это очень, это то, что они называют «Алтер-клинтон». Ну, а в этих обычных, ну, наверное, на микроне уж точно будет, там, в принципе. Да, ну, да, что дается, может высаживаться, там, какие-то, возможно, здесь много разных причин, какие-то красивые. Да, ну, это просто какие-то красивые картинки. Какие еще бывают? Это одномерная система, которая может говорить все вещи, там, нано-трубки. А, это пример картинок про транспорт через нано-трубку, но это сейчас не нужно. Это, в общем, это не очень сейчас. Это просто пример, что эти нано-трубки бывают… А, ну, вот здесь, кстати, тоже видно, какая-то длина свободного пробега. Это пример того, что эти нано-трубки умеют растить очень даже при необходимости очень длинные, сколько полусантиметра, например, специальной техники. Ну, вот здесь видно, что их сопротивление, оно… начиная, ну, вот с длины молотой контурки, видно, что примерно с длины в один микрон начинается нано-трубку. Ну, что означает, что у меня, соответственно, длина свободного пробега. То есть до этого сопротивление исполнили константы, это означает, что там все равно чисто. Баллистика, да? Да, это баллистика. Здесь начинается длина в порядке микрона, но вот я говорю, что… А, никаких температур? Этот и этот, и этот низкотемпературный транспорт. То есть это… И этот не температура, где… Ну, не важно. Точно здесь не помню. По-моему, этот концепт, насколько я помню, где-то транспорт со сопротивлением не фономное, а очень-очень приблизительно. Да, но вот есть дело у проводникового тоже. Как я показывал, одномерная структура, из полупроводникового, из двумя планах газа, варсинизе галия, но… Амир Яковлев – небольшой. Специалист, сейчас, в силовой области, с помощью специальной растянки структуры, чтобы из двумя яков делать. Одномерные полупроводники. Ну, и еще пример здесь, что одномерных состояний. Это очень важно. Это краевые состояния в квантовом эффекте Холла. Значит, в квантовом эффекте Холла, немножко буду говорить, совсем уже скоро. И в квантовом эффекте Холла бегут краевые состояния по краю образца. Ну, и в принципе, в квантовом эффекте Холла они хиральные, когда обычно они нормальные. Они бегут в одну сторону. То есть это не совсем такая проволока. Эта проволока только есть электроны, бегущие направо, а не в бегущих ногах. Ну, а это просто у меня был пример того, что из таких краевых состояний можно сделать, создать проволочку, какую нормальную. Как бы проволочку. Пустили бы две стороны. Такие тоже были эксперименты, когда просто, ну, здесь, вот так, был пункт и сделалось два. Похожие вещи были в планах, в геометрии. В общем, когда есть два квантов эффекте Холла, как бы один вот в этот здесь, другой здесь, и у каждой своё голевое состояние, посвятающее между ними есть. Какое-то взаимодействие, аннулирование. Это приводит к тому, что, по сути, здесь возникают тоже проволочки. Значит, есть. Но масса всякой деятельности по поводу голевых состояний. Ну, эффекте Холла, керальных и таких таких. Ну, в основном, как раз, правильно, больше про керальные. И это такая очень, очень активная. То есть, вообще, последнее время все эти одномерные системы очень активно изучаются, поскольку есть много разных экспериментальных реализаций. Это и нанотрубки, и квантовоотхольные края, и полупроводниковое одномерное состояние. Провода, которые активно делаются, и, наверное, такая активная область. Поэтому, как это не может быть, кер Давайте два слова скажу, про то, как это теоретически описывается. Вообще, я про это говорил, рассказывал на формулах, и так обоценовлюсь листом. Я уже говорил, что это лазератская жидкость, которая описывается в терминодобазонных модернернах, но в терминодобазонных модернернах. И выглядит это на следующем образом. Вот вы начинаете с гамильтониана, который есть просто, значит, вот это битра, это бывает плюс-минус один, то, что тут написано, это просто, что есть правые и левые ведущие электроны. Это означает, что мы... Да, спектр этих электронов берётся просто В умножить на К, то есть он линейный по икрусу. Это означает, что параболу, у нас есть спектр, который из К квадрата, теперь, к сожалению, это картинка, вот представьте, что есть К квадрат, и мы этот К квадрат пересекли на каком-то месте на энергию Ферру. Получилось 2, то есть не пересечения, а К ферру и минус К ферру. Теперь в окрестностях этих точек спектр, разумеется, линейный. А надо интересовать только окрестностях, потому что температура маленькая, по сравнению с энергией Ферру. Поэтому то, что делается, спектр заменяется, или как бы линейизируется. Мы заменяем параболу на 2 просто прямые, которые пересекаются. Это называется модель Томан-Магалазича. Такая задача после этого... Да, после этого мы тишем деметлиниану с этим линейным спектром и плюс добавляем взаимодействие, которое есть просто... Ну, здесь для простоты берется взаимодействие вообще такая локальная, то есть вот такая полная плотность локальной квадратности. Оказывается, что такая задача, хоть она и взаимодействующая, обычно взаимодействующая задача, обычно взаимодействующая задача, обычно более высоких размеров цикл ее, конечно, невозможно решить какие-то задачи, а в этом мире она решается точно. И решается точно вот для бузонизации. Теометка бузонизации состоит в том, что можно переписать эту задачу в терминах вот этих новых переменах, которые есть плотность. То есть эти базонные поля, то есть вот например, поля Пси, а мы хотим перейти к полям Си-Крес-Пси, а мы хотим переписать деметлинианную плотность. Ну вот взаимодействующая часть деметлиниана, ее и переписывать не надо, она уже очень простая, она просто ров в квадрате, к тому же она квадратичная. То есть вся проблема, это не взаимодействующая часть. А в более высокой размерности нам с ней ничего такого простого не удалось. Мы намерены удалиться. Значит оказывается, что если посмотреть на коммутаторы вот этих самых операторов плотности между собой, из гемиогенеана, то можно переписать гемиогенеан. Значит во первых лет мы посмотрим сначала на, во-первых, на эти самые коммутаторы плотности между собой, после этого видно, что они можно устроить, если там немножко иначе от наружу, ввести новые переменные, так что одна из них будет, ну вот они будут ввести новые переменные фи и тета, которые там связаны с плотностью через дифференцирование, то можно устроить из них просто канонические бозонные перемены, которые будут коммуницироваться правильным образом. Ну вот она пока такого кусь здесь избавится, и будет нормальная бозонная коммутатор. Ну это привилегчивость. Следующая часть стоит в том, что можно найти гемиогенеан, такой, что записать его в термин плотности так, чтобы воспроизвелись коммуникационные соотношения с плотностью, которые вы получили с вами. И этот гемиогенеан оказывается в одномерии тоже очень простой, а именно квадратичный по плотности. То есть можно все переписать через операторы плотности. Всю науку можно переписать через операторы плотности, соблюдая все коммуникационные соотношения, эти операторы плотности — это геномические и бозонные операторы с точностью довольных операций. И гемиогенеан зависит через них оказывается квадратичным. Видите? И взаимодействующий гемиогенеан квадратичный, но и свободные тоже квадратичные. Я думаю, что свободные и квадратичные — это специфика. Специфика одновременно. После этого возникла свободная бозонная ноута. Это означает, что имеются бозонные моды в этой задаче. Бозонные моды — это просто, по сути, звук плозмода, которые, по сути, свободны. В этой модели они просто точно свободны. Если бы мы учли, что спектры не совсем линейные, они определённые, то это прибавило бы маленькое взаимодействие. Но в этой модели он просто свободный, и поскольку он свободный, то не взаимодействующий, что задача просто точно решается. То есть можно написать гемиогенеан, который будет квадратичный через соответствующие поля, например, канонический импульс и полифит, который связан с его производной, то есть здесь плотность. или можно написать пересеклогранжевую формулировку, неважно. Действия, соответственно, тоже будут по полям квадратичны. И последнее, что нужно ещё сделать, чтобы вообще что-то сосчитать, нужно выразить фермионные поля через эти бозоны. Теперь это опять делается тем же способом. Можно посмотреть, какой будет коммутатор бозонных полей с фермионным полем, сосчитать его на фермионном языке сначала, а потом подобрать такое Си на бозонном языке, чтобы этот коммутатор воспроизводится. И оказывается, что фермионное поле есть экспонент от бозона. То есть после этого есть и все, так сказать, предписания как современного действия. То есть есть действия гемиогенеантов и квадратичных по бозонным полям, то есть есть свободные бозонные моды задачи, и есть фермионные поля, которые есть экспонент от бозона. После этого можно действовать, вычислять разные вещи, например, фермионная функция Грина, которая опишет вот это буннельное глотное состояние. Ну и, так сказать, соблюдать, фермионная функция Грина будет экспонент от бозонной функции Грина. Бозонная функция Грина стоит действием. Это действуете в инкурсном пространстве 1 на 2 в квадрате, перейдет координата переставления. По координате, по координате, по чистотехнике, где у вас будет логариф, и когда вы его экспоненцируете, получите стик. В общем, вот эти функции получаются две стеклини, а коэффициентные стеклини мы сегодня есть. То есть вот такая наука позволяет простейшие вещи вообще точно сочетать, ну и дальше возникают новые стеклини. Уже снедривание вопросов, которые уже так просто не решаются, чтобы, например, здесь много примесей, какие будут эти магные конференционные эффекты, о которых я говорил раньше здесь, это все включалось, и что с таких задачей пригодят? Более сложные ситуации. Есть, опять, много всяких активных деятельностей, связанные с этими равномерными системами, или как политически, как стратегии. Хорошо. Я думаю, что здесь я на этом остановлюсь, и теперь что у нас такое время? У вас еще вот этой лекции 15 минут, потом у вас будет большой перерыв, потом ваша следующая лекция. Вот так запланировано. Хорошо. Ну, значит, я тогда... Может быть, это... Ну, собственно, не очень важно, где мне будет... То есть, я могу просто так перейти. Перерывы, я, наверное, не... Да? Да, конечно, это же связано с... Да, да, да. С холодой, конечно, с холодой. Тогда я могу просто начать. А можно? Можно? Поменяйте, да? Да, да, да. Вот это, который там называется парт. Сейчас. Сейчас вписываем. А? О, замечательно. Сейчас. Хорошо. Ну, тогда мы чуть послугу тут. Довольно. Может быть, у кого есть вопросы по... А, да, да. Конечно, мы, да. Это будем так меня заполнить. Может, есть какие-то вопросы по тому, что рассказывал сам предельщик? Пожалуйста. Или по... Или по... По первой лекции, которая у нас была про бесполяна, или сейчас про взаимодействие, какие-то вопросы по... А, да, да, да. А, 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 да. Ну, в общем, там колокос и так... Ну, не хватает... Не хватает, может быть, комфид efterганомой там... Ну, понятно, что многочастничная задача, Tree она бесконечно сложнее, чем многочастичная. А, Александр, у меня такой вопрос. У нас была система уравнений, связанных для... Да. А, да. Это и то или то? Да. А, вот насколько это точная система? Фактически, как я понял, это выученные взаимодействия. У вас есть слабая лотализация, вы включили взаимодействие в этой системе и получили такую систему уравнений. Насколько она уточена этой системой? Такой вопрос. Значит, эти уравнения были получены в 1-петлевом приближении. Хорошо. Это, как любая группа, можно сочетать в этой функции в одной петле. То, что было написано, было написано в одной петле. В принципе, в той работе, которую я цитировал, Финкельштейн и Буно сочетали, это в 2-петле. Но, естественно, все это петлевое разложение, это параметр разложения. И параметром разложения является безразмерный контактант. Который контактант. Так, теперь хороший и правильный вопрос. Потому что переход, конечно, в этой сцене, который контактант, происходит в области, где безразмерный контактант. Вообще говоря, это число, какой-то там, ну, не знаю, порядок единиц. Ну, там, хорошо, может быть, там было двойка или тройка. В принципе, по-настоящему хорошего параметра. Но, тем не менее, можно сказать, что это правильно. Пусть, значит, точечисленное это, конечно, не совсем правильно. Но, по сути, правильно. Потому что мы понимаем, как ведет себя эта функция. Тот факт. Значит, не кривиальным во всем этом было то, что появился металл. Это было двумелие за счет... Мы знаем, что в этой системе, если только включаясь в локализацию и неочетают взаимодействие, то будет локализационная, по праву, как локализующая, то будет изолятор. И мы понимаем, мы знаем это измечисления тоже в области больших контактанцев, а также мы знаем это из-за того, что при маленьких контактанцах точно не сможем сделать взаимодействие. Но дальше нам нужно какое-то совсем фантастическое чудо произойти, чтобы... В общем, конечно, есть некая... Дом... Мы домысливаем, если два предела соединяем, но... По-моему, это чудо, чтобы они соединялись не было. Теперь взаимодействие мы, опять же, знаем, что оно приводит к изменению в знак поправки при больших контактанцах. То есть мы знаем, что из этого уже следует, что есть металл, означает, что если мы начнем с большого контактанца, то мы потечем еще больше. То есть, по-моему, того точно есть. У фаза изолятора сколько-то больше точно есть. Понятно, что это очень приятно всем. Оно будет изолятором, поэтому очень легко двигаться. Думаю, тот факт, что то, что все, так сказать, экологически себя проявляемо правильно, я не имею. Числено, это, наверное, не очень неправо, но, наверное, может быть. Законения есть. Недоторожно. Еще у тебя есть вопросы? Ну, где-то, пожалуйста. Ага. Так, ну я начну сейчас. Это я просто, чтобы напомнить, где мы находимся. Ну и вот мы говорили про беспорядок, про взаимодействие, в принципе, левого третий час, которая, что называется, симметрии топологии. Мы поговорили про симметриную классификацию, про топологические эффекты, и потом про дираковский фермион, графини и какие-то какие-то топологические дали. Да, это просто, мне кажется, вы видели, что я просто напоминаю про то, что мы говорили про Андерсонскую локализацию, про то, что обычно, обычно в одномерии, двумерии у нас вне взаимодействия. Да, сейчас снова забыли про взаимодействие. У нас в невзаимодействующей системе имеются изоляторы, в том смысле, что система достаточно большая. То есть, мы начали, даже если мы начинаем с большого кондактанца, мы постепенно отсечем сюда изолятор. А в третий мере есть переход, а если мы начали здесь, то мы отсечем направо, металл, то здесь дальше отсечем изолятор, что означает, что есть критическая точка, если мы меняем какой-нибудь параметр, например, концентрация поспорядок или концентрация электронов. Да, ну, как я уже говорил, соответствующие на теории поля, которые это описывают, это сигма-модели, которые, значит, константной связью является, по сути, проводимость. А поля Q, это такие матричные поля, которые живут в этих хитрых сферах. Эти сферы, эти математики, называются суперсимметрическими пространствами, и в данном случае они еще, в дополнение к всему, они еще должны быть суперсимметричными, более немного против, а репричными. Так называем репричными. А теперь жизнь, на самом деле, еще богаче, в том смысле, что в этой задаче есть богатство класса семьи. И это очень важно. Я уже говорил про то, что нужно различать систему, у которой присутствует или отсутствует или отсутствует симметренность на обращение времени, причинствует... А, а также присутствует или отсутствует симметренность относительно спинного вращения. Спинно-модельное взаимодействие, но не на левую область. А, нарушение. А, соответственно, вот в обычном возникают три класса симметрии, ну, может, было потому, что возникнут четыре, но так оказывается, что если здесь вот минус означает, что этой симметрии нет, что если этой симметрии нет, обращение времени будет неважно, не спин или нет, а ужин или нет, то возникают три разных класса симметрии, ну, как любые задачи критических явлений, которые дают, понятно, у вас симметрии важны. И это стандартные классы, которые, на самом деле, были отчислены еще Диннером и Дайсоном много лет назад, когда обсуждалась совершенно круглого типа задачи, именно начинали с того, что просто модель гибра общалась задача про то, как описывать спектр уровня гибели. в этой стандартной системе и смотрели последовательности, как и как они исположены. Но поскольку их много, то есть можно описывать статистическим образом, для этого строились такие ансамбли случайных матриц, случайные матрицы на английском гибелиотериал, и оказалось, что можно, в зависимости от того, присутствует или нет у вас некого симметрии этой задачи, то это будут разные ансамбли случайных матриц. И, каким образом было известно эти три класса симметрии, точнее, в более позднее время стало понятно, что на самом деле бывают еще в специальных ситуациях. в частности, дырочной симметрии. Вот пример какого гибельтониана, представьте, почему-то имеют такую блочную структуру в каком-то представлении. И, то есть, есть какое-то вот такое пространство, назовем его условно-частично дырочным, в котором гибельтониана возбивается в эти два раза имеют такую блочную структуру. Каждый T и T крестор уже как это матрица. Как гибельтониан. Тогда и кэртопол в класс, в эти классы называются гибельтониана. Возникает еще пиво в подобных причин. Наконец, есть еще гометанианы, могут возникать такую вот частичную дырочную структуру и такие гометанианы. Я не могу называть классы бугорюбого джена просто потому, что такую структуру имеет, например, не она описывающая возбуждение в обрезках. Сверхрониках в этой сути уравнении бугорюбого джена, скорее эти классы тоже называются бугорюбого джена. А всего, да, здесь оказывается, что их имеется 4 штуки в отличие от патрион, и тем самым всего получилось их 10. Значит, вот оказывается, что здесь 10 разных классов симметрии, из которых 3 встречаются как бы достаточно более частные и более стандартные. И в специальных ситуациях, если это вполне себе такая симметрия, такого или такого симметрии, может возникать еще вот такие классы симметрии. Ну, например, одним из примеров является ситуация сверхпроводника, когда понятно, что будут возникать вот такие классы. Теперь, ну, вы можете спросить, ну, 10, а может быть, есть еще, наверное, 25 или? Да. А в случае, если дельта, у нас как-то слабо, не блю, а не блю? Если дельта, рамо, не блю, то этот класс просто ведется к вот этому. Потому что гументян просто развалится на два блока, которые ничего... Это будет просто две копии, ну, не важно, аж или аж трансфонированы. А вот второй гументяниан нельзя снасти? Нет, этот нельзя. Этот гументяниан ни к чему больше. Ну, хорошо, могу идти. Ну, в общем, нет, нельзя. Этот гументяниан у меня нет. Это другой класс. Нельзя. Вот. Да. Значит, можно спросить, есть ли какая-то, как бы, все ли здесь, или, может, еще что-то. Оказывается, что за этой классификацией вообще стоит очень красивая и убогая тематика. Да, это такая очень наполненная цепь символовой прозрачной слайд, но я чуть-чуть осторожен. Естественно, все детали помещения... А, ну да, и здесь я еще не сказал. Здесь были символы, да? То есть каждый класс имеет свое имя. Так сказать, с которым это категория буквы ADCG и цифра 1-2. Значит, вот это имя как раз, это два класса связано... А, я еще надо было так сказать сказать. Значит, вот по Гидмеру Дайсену соответствующие ансамбли назывались гауссо-портогональные, гауссо-кунитарные, гауссо-синтексические ансамбли. Это просто связано с тем, что какую симметрия обладает соответствующая многообразие новых матриц. Например, гауссо-кунитарные ансамбли – это ансамбль, который просто состоит из всех эрмитовых матриц. То, что он гауссо, тогда означает, что они взяты в этом ансамбле с определенным весом. Теперь мы, наше семейство гауссо-кунитарных ансамбли, которые мы будем изучать, которые образуются в себе гауссо-кунитарных ансамбли, в этом ансамблине, надо сказать две речи. Первая – это какие разрешены вообще, да? То есть, например, разрешены все эрмитовые, или разрешены все вещи эрмитовые, которые обладают дополнительным способом вещественности, что это человеческая симметривенность, это обращение гауссо-кунитарных. Или разрешены все вот такие вот, да, которые эрмитовые, но еще и дополнительные симметрики и так далее. А после этого надо сказать, с какими, если это случайные гауссо-кунитарные ансамблины, то с какими вы сами их возьмете. Значит, вот Фигнер и Дайсон строили свои ансамбли, которые говорили, что мы ничего вообще не знаем про гидро, это очень сложная система, но мы их возьмем и ставим все, что гауссо-кунитарные ансамблиные ансамблины, как РММ большая, но вы ничего не имеете. Это вот такое построение. Но дальше, поскольку с этим фейсбольным взять нельзя, можно взять какой-то вес, где уже это просто качество. Да. У нас ситуация не такая. У нас есть пространство, в котором есть электрон, который двигается, исключение конца, но это совсем оно не было смысла. Но симметрии наши, относительно обращения гауссо-кунитарных, относительно спины, накладывания, того же типа ограничений на симметрию, и так далее. Хорошо. Теперь, вот с... Вот эта таблица, которую я уже показывал, говорит о некой связи между... вот этими ансамблями, которые и известны в математике семействами симметрических пространств. Дело в том, что... Я уже вам говорю, что вот эти сигма-модели, они живут, как и поляку, живут на симметрическом пространстве. На самом деле, связь этих ансамблей с симметрическими пространствами больше и более глубокая, и более простая часть. А именно, возьмём гауссо-кунитар и представим себе его как матрицу, да? А когда оказывается, что вот эти семейства матриц, они, если взять всем, которые разрешены данной симметрией, они просто и образуют вот такое симметрическое пространство. Точнее говоря, они образуют не эти симметрические пространства, а к ним касательные пространства. Ну, как алги определяются касательным пространством группы, так симметрическое пространство можно построить, соответствующая, касательное пространство. Ну, вот, совсем простой пример. Вот этот класс А, который я использовался, унитарный ансамбль, в нём разрешены просто все унитарные матрицы. Все. Никаких ограничений. и самая общая матрица. Все фирмиды в матрице. Теперь многообразие фирмидовых матрицев – это просто касательное пространство к унитарной группе. Это то же самое, что унитарной матрицы можно описать как E, F, E, I на фирмидовой матрице. И поэтому есть прямое однозначное соответствие между вот этим классом, который называется A, историческим. Вот это симметрическое пространство называется A, и A, симметрическим пространством U, и классом вот этого класса. Теперь, если взять ситуацию, еще один пример и все, когда есть присутствует симметрия относительно обращения времени, тогда матрицы будут уже не любые эрмидовые, а их матрицы будут врать еще симметричные. Симметрия относительно обращения времени накладывает свою вещественность. Теперь многообразие таких вещественных эрмидовых матриц является теперь уже касательным многообразием. Вот, оказывается, что вот к такому симметрическому пространству, то есть, надо уже взять не все, не всю монетарную группу, а из нее выкинуть, ее поделить на ортогональные. Но это то же самое, что означает, что мы берем все комплексные эрмиды, но они разрешены. И вместе только эрмиды, через оказывается, что это будет соответствовать. И так далее. Дальше из математики их известно, что вот эти семейства, вот эти большие, 10. И это было классифицировано картаном, это еще классический опыт математики. И вот эти имена, они происходят из этой классификации картана и косметических пространств. Да-да-да, я ровно сейчас кончаю, да-да-да, я, собственно, это последний, собственно. И вот, оказывается, что вот эти реализации этих ансамблей, которые были построены вообще в свое время как физические, более-менее модельные реализации для каких-то физических задач, они в точности, вот эти 10, находятся в точности в соответствии один к одному с вот этими десятью семейственными симметрических пространств средств математики. То есть есть такая вот красота, связь вот этой, которую мы начинаем с, как бы, производители науки, что такое совершенно суровое математики. Если посмотреть, и последнее, что я скажу, что если посмотреть теперь на символы модели, которые тоже живут в симметрии, то есть совершенно разная батика связи. Во-первых, сами гегертонианы образуют как-то симметрические пространства. Во-вторых, сигма-модели, в основном, установленную интенсивную теорию, тоже живут в симметрических пространствах. Если вы посмотрите на то, что написано здесь и здесь, то вы увидите, что это те же самые 10 пространств, но они просто в другом порядке стоят. То есть каждому классу симметрии соответствует какое-то симметрическое пространство, как его гегетониану, и какое-то симметрическое пространство, как его сигма-модели, но они разные. Из того же 10, но они просто передвижены. Вот, значит, есть... Да, все эти симметрические пространства, они есть просто результаты деления, где берутся элементарная, оптагональная, синтетистическая группа, и они держатся кругом. Вот это как бы полная классификация симметрии, и в зависимости от симметрии могут быть разные свойства. Мы уже говорили, что в случае наличия спиноорбиты, спиноорбита приводит к вот этому симпликтическому ансамблю. Там возникает антилокализация, антилокализация, то есть, видимо, симметрия влияет на свойства нашей биологии. Но оказывается, что симметрии — это не все, а есть еще дополнительное, очень важное свойство, которое может быть системой, которая проявляется как на языке идеологического эффективного действия, и в тазике идеологизационных, и вообще с фазовой географией и так далее. И это невероятно готово. Может ли вопросы есть сейчас? Тут она видела вопросы. В 5.15 у нас кофе рейк — это через 5 минут. А без 15.6 — следующая часть.